Усама бен Ладен кто такой? Он же потом позднее уже признавалось, особенно после его уничтожения, что он был спецагентом Центрального разведывательного управления, что именно они его создавали, они вкладывали в него деньги. И вот якобы Усама бен Ладен организовал из ущелья Тора-Бора, где мобильники не работают, вот такую грандиозную операцию. Но первое же интервью Усама бен Ладена, брали, естественно, не американские, но по миру пошло это интервью, где он отрицает участие и говорит, это Аллах показал, покарал Америку, то есть отказался. Через некоторое время, а я напомню, вот 11-го совершен был теракт, а уже 14-го 8 сотрудников специального подразделения Центрального разведывательного управления с несколькими миллионами долларов полетели к Усаму бен Ладена. И что там у них произошло, трудно сказать, данных нет. Но через какое-то время человек, очень похожий на Усаму бен Ладена, но не совсем похожий, стал вот признавать и детали операции рассказывать. Причем говорил там путанно, вот, в то время как Муло Амар, второе лицо в этом, в Талибане, значит, ну, более сдержанно комментировал и так далее общими фразами. То есть вот этот, значит, фактор. Теперь, значит, ну, значит, еще вот связанность с бен Ладен. Он находился в укрытии, его же там и бомбили, и все до этого, значит, в это ущелье Тора-Бора, где никакой связи, собственно говоря, нет. А вот осуществлять вот эту операцию, ну, да, там, Ата, Мухаммед, вот там называют этих аравийцев, да, как бы они старшие и так далее. Вот до деталей, до минут рассчитать вот эту операцию, вот, с территории Афганистана, но это практически невозможно. Я даже писал в то время, если поручить вот эту операцию провести нашему генеральному штабу, ну, того времени, вот, и главному разведывательному управлению, они бы эту операцию не осуществили. Во-первых, США — это жесткая контрразведывательная система. Система. Вы знаете, вот я один раз летел, значит, там, да, как раз вот поставили там дверь, ключи вот такие, ну, металлические. Вот. И я, значит, в сумку эти ключи положил там, ну, сантиметр, наверное, 15 длина этого ключа была. И меня там, значит, эти таможенки и так, и так унесли куда-то эти ключи, исследовали. Потом мне вернули в опечатанном конверте и, говорит, вскрыть только после территории США. Я знаю, как у них работает система ПВО. И основу системы ПВО составляют даже не военные радары, а вот те военизированные, я бы сказал, вот это радиационное поле, потому что, ну, мы видим, какое движение там самолетов и так далее. Вот. Так что вот это все видеть нужно. И, естественно, вся территория США, она покрыта системами, ну, ракетно-зенитно-ракетными установками. И даже у них там, сейчас уже не помню, в каком штате, вот, у них вот этот Найк-Керкулес там стоит, ну, как музейный экспонат, все туристы там ходят и так далее. Это средства ПВО с ядерной начинкой. Вот. Так что не видеть нельзя. И потом, вот, фон Бюлов, бывший министр обороны ФРГ, он после отставки тоже издал замечательную книгу, где он посмотрел, что вот в этот момент там угона самолетов диспетчера, которые должны были немедленное решение там, ну, и сотрудники там, и спецслужбы и так далее. Вот каждый, он приводит там, знаете, ну, такую хронологию, значит, вот этот должен был отреагировать. В это время он пошел позавтракать, этот там пошел в туалет, этот оказался и так далее. То есть это сложнейшая операция, ну, случайностью не может быть, когда вот в одну и ту же минуту несколько ответственных людей отказывается, ну, оказывается, не на месте служебном. Вот. Того вызвал там начальник и так далее. Вот это тоже один из факторов. Вот. Ну и плюс, плюс, плюс вот подготовка вот этих пилотов. Там настолько путанные были показания, вот, и в ходе конференции, в ходе публикаций там, значит, кто готовил, ведь первые обвинили тех, кто их готовил в качестве летчиков. И они вот эти инструктора, да я его только учил вот в легкомоторном самолете взлетать, садиться там и сделать два круга и так далее. Вот это тоже самое. Но очень важный фактор, что не нашли черных ящиков. Да. Не нашли черных ящиков. Сначала говорили, они под завалом, потом вроде сгорели. Но, по крайней мере, я не могу все знать, но то, что я просто не встречал. Первое время внимательно относился к этому, потом, естественно, все это отошло на второй план. Но я не слышал про расшифровку черных ящиков. А это главный фактор, который показал бы, что происходило на борту в момент угона, в момент направления и так далее. Но, значит, один из, он просил не называть там, дал мне даже книжку, да. И он вот версию свою высказал. Он военный дипломат, будем так говорить. Да. И он свою версию высказал. Говорит, а у нас отрабатывались варианты закладки системы управления в любой гражданский лайнер, который идет точно на цель. И вот Боинг, который вошел, южнокорейский Боинг, вошел в наше дальневосточное пространство, совершал посадку в Анкоридж, на Аляске. Вот. И после этого, значит, ну, автопилот включает, и экипаж там, ну, расслабляется. И он ведет все данные у членов экипажа, те, которые, маршрут, который должен идти, а он отклоняется. Так что у них практика есть такая. И вот здесь вот он говорил, что именно в эти четыре самолета, ну, три, по крайней мере, говорит, вот именно вот эти программы были заложены. Вот. Летчик может сидеть, никто там на него не нападает, а он идет и пикирует, значит, в башне. Вот. Или же, значит, там, может быть, действительно эти террористы, значит, там изолировали экипаж, а самолет шел своим заданным, заданным ему курсом. Вот. Ну, и потом вот такие детали. Вот эти вот детальки, ну, очень уж примитивные, когда, значит, нашли его под этими развалинами, паспорт этого террориста, у других не нашли, сгорели, говорят, а его... Ну, потом, позднее нашли этот микроавтобус, что ли, там, набитый коранами, якобы ехал там в аэропорт, там, ну, вот такие глупости. Ну, это на наивных людей только рассчитано. То есть, вот с одной стороны, я вижу, что это спланированная, четко организованная вот операция. С другой стороны, я вижу, что, знаю, что под каждую операцию готовится операция прикрытия или легендирования. И вот, ну, может быть, не совсем там удачно, ну, на разные слои населения. Вот все это, значит, присутствует. Да, где-то не все удается, особенно в плане легендирования там, ну, случайности бывает. Но вот факторов достаточно много подтверждающих и убеждающих серьезных людей, что это специальная операция геополитического или глобального масштаба.